Бобруський силач расскажет о последнем достижении Гира весом 32 килограмма поднимать в течение получаса и о службе в пожарной части Выезжать на какие-то пожары, помощь там, ну не только пожары, ДТП, вскрытие покажет мастер-класс по украшению гирь Один день И единственный диагноз Повышает выносливость, что для спасателя нужно, да, выносливость, сила Смотрите прямо сейчас В этот тренажерный зал пожарной части мы еще вернемся А пока заглянем в гости к мастеру спорта по гирям Владимиру Церибко В свое утро он начинает с чашки кофе с женой Елизаветой Для супругов это прекрасная возможность обсудить планы на день И зарядить друг друга позитивом Молодые люди оба спортсмены Именно любовь к здоровому образу жизни И сблизила их 10 лет назад Познакомились они на турслете в Могилеве Владимир поднимал гири, а Елизавета играла в волейбол Оказалось, оба из Бобруйска Посмотрел, как девушка в полете мячей отбивает Все, зацепила сразу Потом познакомились и И в дальнейшем, как обычно, пошло-поехало Загрузилась Во-первых, общие интересы То есть она понимает, что мне надо Ну, то есть нету разнопланового такого человека Который там, ну, далек от спорта Что это, что ты, чем ты занимаешься Ну, то есть она понимает меня, я понимаю ее Вот, ну, что спорт делает, когда вместе два человека похожи Владимир Цирипко, мастер спорта Республики Беларусь По гиревому спорту родился в городе Житковичи в 1988 году Окончил Бобруйский государственный колледж имени Ларина Гомельский университет имени Франциска Скорины По специальности тренер-преподаватель Служит старшим пожарным в первой аварийно-спасательной части Пасон номер 7 Победитель и призер первенства мира по гиревому спорту Многочисленных республиканских соревнований Имеет статус судьи Призер областных соревнований Сильнейший пожарный спасатель Участник международных состязаний Женат на Елизавете Цирипко Воспитывает двоих детей Сегодня мы расскажем об укоротителе гири И силаче-спасателе И вместе с ним побываем В одной из пожарных частей нашего города Супруги Цирипко воспитывают сына и дочь Всей семьей они совершают походы и велопрогулки Занимаются плаванием В общем, ведут активную жизнь Связанную со спортом и полезным времяпрепровождением Спорт для меня это вообще Я с детства занимаюсь спортом Просто промежутки какие У меня легкая атлетика в школе была Потом в техникуме, волейболом Очень долго увлекалась Сейчас вот на турслеты всевозможные С мужем ездим Полосы препятствий, бег А недавно Владимир и Елизавета Увлеклись фитнесом Оба ведут групповые занятия с женщинами Которые хотят быть в хорошей форме Тренировки проходят драйвово и динамично Дарить людям счастье Приносить Ну, помогать Помогать в чем-то там Добиться каких-то целей При помощи фитнеса Кто-то похудеть, кто-то сбросить вес Кто-то потянуться просто Кому-то просто нравится двигаться То есть заниматься активно Для тех, кто приходит в студию Церибко – отличный мотиватор Многим он помог добиться высоких результатов Поверить в себя и свои силы К примеру, бобруйчанка Александра Рипалова Сбросила за год с лишним занятий Пару десятков килограммов Не без помощи тренера Очень хороший, замечательный человек Внимательный, добрый, отзывчивый Если что-то интересует Ну, можно подойти, спросить Ответить, подскажут Офигенный тренер Для самого же Владимира Занятие фитнесом скорее хобби И возможность подвигаться и размяться Ведь не все же время таскать железо К слову, с гирями он не расстается Вот уже 18 лет Впервые взял их в руки еще в школе И с тех пор не разлучен с этим видом спорта Он победитель и призер Всевозможных соревнований Республиканского и международного уровня Среди юношей начинается мира первое место И до сих пор стоит рекорд Беларуси Среди юношей в толчке двух гир 24 килограмма При весе 60 килограмм До 60 категории Рекорд 120 подъема Недавно его копилка дипломов и наград Снова пополнилась Он завоевал первое место в состязаниях Которые проходили в Москве В рамках ежегодного фестиваля спорта И здорового образа жизни SNPRO EXPO В режиме нон-стоп На протяжении получаса Он поднимал гирю весом 32 килограмма И стал лидером в своей весовой категории Когда тренируешься Такие циклические виды спорта Там еще какие-то бег делаешь Потом организм привыкает Естественно тяжело 10-15 минут И работаешь в каком-то режиме А потом все начинаешь терпеть Это уже даже когда уже Чем больше стоишь Тем больше уже все Начинается вносить характер К слову Наш герой тренируется В аварийной спасательной части Пожарного отряда номер 7 Где он служит уже 12 лет Пока одни мальчишки в детстве Мечтали быть космонавтами Владимир грезил стать пожарным Спустя годы Свою давнюю мечту осуществил Выезжать на какие-то пожары Помощь там Ну не только пожары ДТП Вскрытие Ну во всем Как что Призывает профессии Помогать людям То есть нравится это делать За годы службы Ему много раз приходилось Тушить пожары Не только в городе Но и за его пределами Профессия хоть и благородная Но романтики в том Когда сталкиваешься С человеческой беспечностью Конечно нет Говорит спасатель А ведь именно этот фактор Зачастую и приводит к трагедиям Поэтому большое значение Он придает Предупреждению Чрезвычайных ситуаций Где-то что-то увидишь Ну понимаешь Вообще как По той же самой Пожарной безопасности Как дома Не оставляясь Какие-то оборудования Там зарядные То есть Ты не просто там Видишь или считаешь Где-то Сам ощущаешь Что нельзя И как делать Если им детям Это преподносишь Церибко Гордость своей части И всего Дело по чрезвычайным ситуациям Он призер Областных соревнований Сильнейший пожарный спасатель И участник Международных состязаний Которые представляют собой Комплекс комбинированных Силовых и скоростных нагрузок Их участники Выполняют За минимальное время В полном снаряжении пожарного Стоит сказать Что весит такой комплект Около 30 килограммов Является хорошим примером Для молодого поколения В принципе Он и привлекает Молодых сотрудников К своим Спортивным видам Деятельности К гиревому спорту Оказывает помощь Начальнику караула Физической подготовки С личным составом Потому что имеет навыки Я даже скажу Чрезвычайно полезен Как и части Отделу Отряду Так как Спорт для него В целом Занимает Значимую роль В его жизни Насколько мне известно Он В принципе Тренируется На протяжении всего года Поддерживает форму По словам Владимира Тренировочный процесс Проходит непрерывно На протяжении всего года Причем Здесь важны Любые силовые занятия Не только с гирями Благо Что специфика работы Позволяет упражняться В любимом виде спорта Без отрыва от службы Ведь физические тренировки Необходимый элемент Профессии пожарного спасателя С менее вечером Есть время позаниматься И свободное время занимаемся Постоянно Тренировочный процесс Идет Независимо от суток Когда заступаешь Герой спорт Повышает выносливость Что для спасателя нужно Вносит себя сила Владимир Цирипко убежден В жизни важны характер И сила воли Которые помогут Добиваться высоких результатов В самых различных сферах Он нашел свою мужскую нишу И собирается дальше Покрять вершины В спорте, профессии И личной жизни Я Людмила Любимцева Через неделю Новый герой Новая история И тот же диагноз